Без света и тепла остались жители нескольких сел Нижнекамского района. Из-за сбоя на линиях электропередач сначала пропало электричество, а затем и лопнули батареи. Дома невыносимый холод. Подробности в следующем сюжете. Хозяин этого дома шутит. У него все как в сказке, только наоборот. Была избушка лубиная, стала ледяная. А все потому, что в деревне Просте на несколько часов исчез свет. В результате во многих домах лопнули батареи, в кранах исчезла вода. Здесь вот лед уже стоит, вода уже не уходит. Труба вот летит, вода, лед. Все замерзло, не работает уже. Полностью все замерзло. В унитазе точно так же. У Матрены Савельевой батареи хоть и теплые, но дома все равно холодно. Место домашнего халата – фуфайка. Под топочкой вот и стопим, пока она теплая, докладная. Как холодно, так все, холодина в избе. Без тепла и света остались и жители других сел – Сухарево, Больших Атов и Семенеево. Отключение произошло из-за дополнительной нагрузки на линии электропередач. Я уже в 5 часов, минус 26-го я проснулась, смотрю, свету нет. Я начала звонить и в сети центральные, которые на Ахтубинске, и потом уже в 6 часов я позвонила районной сети. Они выехали, тут же бригада выехала. Потом вот где-то недалеко от деревни я сама видела, поехала я в город. Вот электрики на столбе все это делали, да. По словам главы сельского поселения, о том, что у кого-то из сельчан лопнули батареи, и они сидят без тепла, она не знала, но обещала помочь. Лилы Минулина и Гульямалиева. Весе Татарстан. Нижнекамский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова